Вот. А вы, насколько я понимаю, вот когда мы с вами списывали, что называется, вы хотели поговорить о сциентизме, я правильно произнес? Правильно, правильно. И антисциентист. Да. И вы, насколько я понимаю, антисциентист. Условно говоря. А сциентизм это говорит, что вот наука все решит, да? Проще говоря, да, если просто. Проще говоря, да. Ну вот, наверное, Никита Сергеевич Хрущев был в этом плане сциентист, да? Хотя он сам их знал явно. Вот. Он этого слова-то к себе не применял. Вот. Но, тем не менее, он был явно сциентист, потому что, ну, как и многие другие политики, они рассчитывали, что вот сейчас вот что-то такое ученые придумают, и все, проблема решится, да? У нас тогда были химизации народного хозяйства, автоматизации промышленности, еще чего-то, еще чего-то там. Ну, надежда, что сейчас ученые что-то придумают, и все решится, да? А такое ведь было, вот придумали атомную бомбу. Не очень решилось, правда. Нет, ну, решилось, нет, ну, очень многие вещи решились. Например, война с Японией остановилась, в конце концов. Да, но многие вещи оборудовались. То есть, немножко дать им уступочку, в отличие от победы в Европе, когда была, так сказать, чистая победа с безоговорочной капитуляцией. Победители делали с побежденными, что хотели. А тут нет. Тут сказали, мы вам уступим, но вы, пожалуйста, наших главных преступников не судите. И вот весь этот самый император и вся его императорская семья, которые были главными преступниками, главными организаторами-зачинщиками войны на Дальнем Востоке, они просто ушли от ответственности. Ну, это вот обмен такой был. Ну, зато не пришлось воевать на суше. От атомных бомб-то больше не было. Не все израсходуют. Они бы их разбомбили к чертям собачьим. Ларис Сергеевич, можно вас спросить? Вы сейчас записываете звонок, правильно? Все верно? Да, записываю. Я, если что, не записываю. Я у вас потом возьму, видимо, запись. Правильно? Да, конечно. Вы сначала выложите, а потом я, мы так договорились. Да, конечно, конечно. Отлично, отлично. Да, и все, да, обычно дело. Вот, замечательно. Вот, ну, а что, как вы понимаете циентизм? Я тут чисто практически. Есть такие люди, которые доверяются науке. Ну, и замечательно. Но наука действительно многие вещи решает, да? Придумывает всякие вакцины, повышает, так сказать, урожайность, производительность труда повышает. Ну, с этим невозможно спорить-то. Есть такое вещь, да? Ну, понятное дело, что от достижения науки бывают и нехорошие результаты, как, например, вот радиоактивные загрязнения, которые до открытия, скажем так, деления урана, их не было. Сейчас основной источник вот этих радиоактивных отходов – это продукты деления, да? Которые, где их возьмешь, продукты деления, если ты не будешь строить атомный реактор. Вот такие вот дела, да, появляется все это дело. Соответственно, всякая химия и жизнь, там, всякие отходы там летят в трубу. Если бы не химичили, не было бы этих отходов. Это есть, но вы что против сиентизма имеете? Вот в таком ключе. Ну, чтобы, возможно... Против практики я ничего не имею. Против практики я ничего как таковой не имею. Просто вот когда мы пытаемся определить, что такое наука, а вообще проблематично уже понять, что такое наука. Потому что определений на самом деле и в истории философии, в истории философии науки, и вообще в науке дается очень множество того, что есть наука. Кто-то называет ее как раз практикой, например. То есть все практические достижения и то, что с ними связаны, и те теории, которые их поддерживают, могут быть увязаны в одном вот таком вот пучке. И это все будет большой такой наукой академической. Кто-то добавляет к этому пучку там еще какие-нибудь гуманитарные внезапно науки, которые, ну, на самом-то деле не очень практично. А общественные науки, точные науки, они связаны с естественными, поэтому их тоже добавляют. У нас получается большой такой академический пучок. Так можно определить науку. А философии, да и не только философии, вообще в самой науке начали в определенное время вводить определенные методы, которые позволяют нам провести слово-демаркацию. Знаете слово-демаркация, да? Ну, слово-то я знаю. В общественных я точно не знаю, как там все устроено, да, скорее всего, это тоже там работает по-другому. Ну, там нечего, в принципе, верифицировать в прямом смысле, ну, там немножко тоже по-другому. Опять же, если мы уже берем в качестве критерий в демаркации эти два критерия, ну, то есть у нас отпадают как минимум таких два больших блока. На мой взгляд, практические науки, они тоже не подразумевают как минимум фальсифицируемость. Ну, то есть там фальсифицировать, по сути, нечего. Мы не можем предположить, ну, вот. Знаете, что такое фальсифицируемость? Правильно ведь? Поясните. Фальсифицируемость – это когда мы любую нашу теорию, любой наш взгляд подставляем специально вот таким вот боком под критику. Ну, то есть, чтобы был такой эксперимент, предлагаем такой эксперимент, с помощью которого эту теорию можно опровергнуть. То есть проверить? Нет. Верификация проверить. А тут опровергнуть. Тут у нас одна проверяет теория, а другая опровергает специально. И каждая теория должна этому соответствовать. В общем-то, в 20 веке начали развиваться такие подходы на Западе к определению науки. И вот как раз, чтобы провести демаркацию, должно быть соответствие двум этим критериям. И мы опять же получаем, что у нас, например, точные науки не соответствуют этому критерию. Опа. Фальсифицировать. Мы не можем их опровергать с помощью какого-то реального опыта. Ну, то есть, точные науки, они потому и точные, они существуют в таком вот интеллигибельном пространстве. Вы имеете в виду математика? Математика, логика и так далее. Такие вот схожие науки. Ну, там нечего проверять, потому что… Естественные науки. Получается, естественные науки остаются только вот как таковыми, но научными. То есть, как раз критерии демаркации подбирались исключительно под естественные науки. И тут у нас появляется такая вот штука, на которой называется практика. А как практика соотносится с этими критериями? Мы можем сделать такое практическое заявление, чтобы его можно… Не заявление, заявление-то можем. А мы можем создать что-то практически значимое, чтобы в этом в достаточной степени сомневаться. И при этом, ну, чтобы у нас был какой-то вариант это опровергнуть. По сути, все практические же достижения, ну, я не знаю, какие-нибудь методики. Я в физической культуре вот занимался, в бакалавриате физической культурой. Но вот бывают менее эффективные методы, бывают более эффективные методы, еще более эффективные методы, еще более эффективные методы. Идет такая ступенька увеличения эффективности. Но фальсифицировать это невозможно, по сути. Ну, то есть, мы не можем сказать, да нет, на самом-то деле это было неэффективно, есть опыт, который это показывает. Это вообще не работает, это не работает, не работает. Нет, ну, в принципе говоря, вот можно сказать так, что вот мы придумали метод очистки, там, я не знаю, с точных вод, да. Все, вроде водичка чистая идет, да, никого не заражает. А потом вдруг, бац, этой водичкой попоили скотинку, да, скотинка заболела. Понимаете, в чем дело-то? Дело в том, что мы ее чистили, чистили, фильтровали, фильтровали. Мы отфильтровали оттуда всю грязь, да, убрали все химические, там, нехорошие соединения, убрали микроорганизмы нехорошие. А пропустили вирусы. Вирусы-то нефильтруемы, понимаете? Вот с такой практической ситуацией, в принципе, человечество столкнулось, ну, в ту пору, когда еще не знали вирусов, да. Вот, кстати говоря, вот, что хорошо, вот, я просто удивляюсь и, значит, радуюсь за ученый мир тех лет, это типа 20-е годы, который это нормально воспринял. Понимаете, в чем дело? Потому что вот это вот, они ведь, ну, видели только клетку в микроскоп, да, но они знали вот этих вот всяких возбудителей заболеваний, да. Это, так сказать, те, которые живые существа, да, бактерии простейшие, вот они их знали. А вот вирусу все очистили, все, ничего нет, все абсолютно чисто, отфильтровали. Но все равно вот возбудитель там сохраняется. Что может быть возбудительным? Потому что этот возбудитель мельче, ну, мельче мелкого. Он такой маленький, что он не может быть живым существом, да. Но, тем не менее, он несет вот это вот, они представления не имели, что это такое. Это теперь мы знаем, что вот, на самом деле, молекула, она несет информацию, по сути дела, что такое вирус. Это вот некая молекула, покрытая оболочкой, тоже молекулярная оболочка-то она. И вот эта вот штуковина, она, значит, попавшая в клетку, начинает по этой программе заставлять ее работать. Вот это вот и есть вирусное заболевание. Вот оно. А тут вот, и вот они с этим вот справились. Вот меня удивляет, потому что это была полная, так сказать, дискредитация предыдущего знания. Но они как спокойно это восприняли и были к этому готовы. Потому что, в принципе, это все за пределами той вот схемы. А как была схема-то? Ну, что всюду жизнь и жизнь, значит, вот, ну, все, вот это проявление жизни, одно из проявлений жизни. Вот оно. И причем, что такое вирус-то, вот, до сих пор их выделили в отдельное царство, да? Да. Этим ограничились. А что это такое, от кого не произошли, откуда пошли, вот это как-то непонятно.